Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на начинающем аккаунте. Любимчик, кто смотрит, кто знает, ребята, обязательно сразу же ставьте лайк, пишите комментарии. Выживаем заново 26 уровень и попробую сегодня открытие сразу же за талоны свой первый ящик на аккаунте, на котором мы выживаем заново. Ну а сейчас, как никогда раньше, мне нужна ваша поддержка. Ребят, не забывайте ставить лайк и подписаться на канал, писать комментарии, потому что от этого зависит рост канала и будущее. А взамен я буду проводить крутые розыгрыши, на которых можно будет выиграть премиум аккаунты, золотые монеты, плюс 10 уровней, ну и все такое. Спасибо все заранее, но мы, ребят, давайте сразу же опустимся в недры бункера, потому что здесь должен быть пароль 55863. Именно такой парольчик и заодно давайте прибарахлимся, потому что здесь могут быть хорошие вещички. Например, у меня кепаса не хватает и талоны. Талоны это то, что нужно обязательно забрать с собой. Обязательно буду возвращаться назад за обязательным подкреплением шмота. Ну и бензин и все, что здесь есть, пока что нас подождут. А мы, ребят, в недры бункера и начинаем. Все знают, что здесь в первом же автомате можно получить какую-то еду или, может быть, даже немного воды. Посмотрим, что в этот раз можно было здесь найти. Ого, ого, как долго открывал. Ну, пивасик это не сейчас. Мне пока что он не нужен, но на обратном пути нужно будет не забыть его забрать, потому что именно он, бывает, нужен для сделки с торговцем. А у торговца можно выменять стопроцентный пул, как говорится, оружия. Ящик с оружием. Отличненько, рубимся и продолжаем. Я думаю, что бегуны, вот эти отличные, как говорится, у нас мишень и какие-то по уронистые оружия. У меня есть разрушитель. Уже двумя разрушителями на своем 20-26 уровне я успел разжиться. Второй уровень бункера Альфа, второй этаж. Именно то, что нужно нам всем. Именно здесь мы можем получить много чего интересного. У меня еще инженер не открыт. И я намерен сейчас его попробовать освободить. Симосилами, которые у меня есть. У меня там есть шмоты, полушмоты, весь хилл, который тоже у меня есть. Я тоже попробую использовать все, что насобирал. Конечно, огнестрел я еще не весь использовал, но тем не менее. Должно у нас получиться очень все хорошо, но везение пока не на моей стороне. Больше всего вот здесь талонов я получал 4. 4 зеленых талона. Напишите, ребята, если вы хоть раз проходили бункер Альфа, второй этаж и вот эти толпа зомби. Сколько вам талонов с них падло? Мне пока только 4, причем это было 1 раз, а чаще всего или 1, или 2. Зачистка бункера Альфа сейчас не особо важно чистить именно всех. Сейчас я буду чистить и как-то пробовать, чтобы именно сначала к инженеру добраться, а потом уже будем думать, как лучше и побольше заработать наших зеленых талонов. Отличный удар вот этот, я не знаю, как там, открывает рваную рану, открывает активочка. Я думаю, что с помощью этой активочки нанести со спины урона можно больше сотни. Это очень круто, потому что именно этот урон нам понадобится в дальнейшем. 43, я думаю, что 120, да, где-то если 43. Вы видите, что периодический урон получает зомби. Это тоже очень круто. Здесь нужно лутать максимальное количество ящиков. Именно в них мы будем получать шанс выбить побольше, ребят. Огроменно побольше наших драгоценных талонов. Потому что именно за ними мы и пришли. 129 именно урона. Мясо хилит не моментально, поэтому нужно будет... Так, стены мои пока что, друзья. Мы понимаем, что именно стены сейчас должны нам помогать. Возьмем что-то более такое энергичное. Не знаю, одного из толстяков мы зафокусили. И я теперь попробую убить второго интересненьким способом. Так, пока что у меня все получается. Но, если честно, можно потренироваться просто. Я давно не тренировался. И вот этот вот способ убиения. За стены выбежал, ударил, спрятался. Очень-очень удобно делать именно монтировку. Потому что скорость этого оружия очень высоко. Вот 20 урона нормально. И скорость довольно-таки неплохая. Поэтому вот такой вот способ. Если честно, немного потренироваться. Тренироваться можно, блин, еще и каждый раз наносить урон. Вот так вот. Вот даже получалось. Вы видели? Даже получалось. Задания какие-то повыполнялись. У меня дневник, выжившего в самом начале, и дал какие-то задания. И вы сами понимаете, что именно здесь, в бункере Альфа, часть этих заданий должна быть выполниться. Ну что, дальше у нас можно, конечно, заглянуть именно и сюда. Но зеленых талонов там явно не видать. Если что, мы возвратимся сюда. Потому что именно здесь талончики, а талончики нам очень нужны. Монтировок у меня не так уж и много. Поэтому нужно будет, конечно, использовать какие-то оружия. Можно, так сказать, менее быстробойные. Но все-таки более эффективные. Мне нужны монтировки именно для боя со стеной. Я оптимальный вот такой вот вариант выбрал. Тесак или монтировка. Смотрим. Тесак. Тут не написано, какая скорость тесака. Было бы интересно сравнить. Тесачка с собой нет, но скорость 1.6. По-моему, у тесака такая же. Но есть большой минус. У тесака нет того, что есть у монтировки. В монтировке есть большущая скорость и большущий радиус атаки. И вы там сдалека бьете. Это большущий также плюс. Так, здесь, конечно же, можно было бы и поэкономить мою биту именно с шипом. И нужно, если вы хилитесь, ребят, именно едой, то обязательно имейте в виду то, что вам придется немножечко потеть. Постоянно держать в тонусе, постоянно кушать ваши запасы еды. Потому что моментального хила сейчас нету. Да, интересно есть видео. Если вы напишите в комментариях, обязательно я покажу вам, как раньше. Именно еще времена, когда, как говорится, динозавры ходили по земле. Когда еще только-только создавался Лас Дей, можно было убить. Или, как говорится, попасть вот сюда, в эту камеру с громилой. Если вы напишите в комментариях, я обязательно выложу этот видос. И я думаю, что он заслужит на ваш лайкос. Посмотрим, сколько комментов. Если подобных комментов будет больше 10, я обязательно выложу этот видос. Несмотря ни на что, что это особо-таки правильно не разрешено. Пробуем, пробуем, пробуем. Обязательно нужно сейчас согреться на вот этих зомби. Блин, он согрелся раньше, чем я его ударил. Но разрушитель, это и в Африке разрушитель. Мы понимаем, что отличный урон дает большое преимущество. Как я и говорил, что я буду возвращаться наверх. Где-то сюда, блин. По-моему, что-то пошло не так. И не только зомби начали бить в стену, но и я. Блин, очень опасно ходить без аптечек. И я понимаю, что сейчас неплохо было вот так вот сделать. Поружимся, наверное, мы битой, которая всего лишь на один удар. Все-таки разрушительно стало твое время. Надеюсь, все-таки дойти до нужной дислокации, чтобы выйти на этаж, переодеться или доодеться. И все-таки инженера освободить. Ну, давайте и гвозди заберем. Там где-то в начале я все-таки это все позабираю. Но только не сейчас. Так, периодичность вот этих газов все-таки есть. Нужно высчитать это все аккуратненько. И у нас все прошло идеально. Смотрите, я никого... Вон там он инженер уже стоит. И я не могу просто сейчас пойти согреться на двоих. Я тебя слышу. Пожалуйста, подойди. Ага, потом дискету с координатами для нас зажмет, ребят. Это жук еще тот. Скажет, давай мне ресурсы. Я тебе дискету с координатами. А мог бы одну и на халяву таки кинуть. Если играть по правилам, то по правилам. Кстати, вот здесь можно всегда. Если вам не хватает одной, одного талончика, обязательно заглядывайте вот сюда. О, даже оранжевый. Ну, чаще всего падает зеленый. Но аккуратно залутав все ящики, вы можете получить много чего интересного. Сейчас я оденусь. Оставлю что-то, конечно, там наверху. И мы опустимся в недры второго этажа. И также продолжим чистку, зачистку. Так, военный сет, конечно, подэкономим. Что у меня не хватает? Мне не хватает штанишек. Штанишки оба военные, поэтому выбор пал именно на них. Подшипники все надбитое, убитое оставляем. Хотя вот эта вот бита еще сможет послужить нам неплохую службу. Итак, преимущества у меня в руках. Я на втором этаже, у меня вот здесь все открыто. Теперь нужно немножечко перевооружиться. Ну, в принципе, нам хватит сейчас разрушителя. Навыки давайте посмотрим, что нам дают. Там жажда наступает немножечко меньше. Но давайте сейчас мы попробуем делать вот так. Отлично. Три удара и токсичный толстяк пал. Пал с вертю храбрых. А мы сейчас вот таким вот макарчиком. Ого, пробивает стену просто плюшка. Такая неплохая, что даже стенку пробивает. Итак. Ну, в принципе, получается. Только нужно практики побольше. Сосредоточиться нужно, но так-то получается. Хорош. Отлетел прямо на все четыре стороны. Вот здесь мы можем улучшить наше оружие. Любые модули можно поставить. Правда, если они у вас есть. А, это, кстати, у меня ГЛОК с активкой. Коллиматор на подставке. Неплохо. Я их взял, но, по-моему, так я ни разу и не стрелял. Хотя с яростными гигантами тоже здесь особо-таки не воевал. Но думаю, что подобные методы убийства. В хранилище без ничего. Ну что, мужик, скажи что-то. Ладно, пускай. Помоги мне выбраться. Короче, повезло, что ты оказался здесь. И у нас вот такое вот, ребят. Вот такое вот противостояние. Мы освободили заключение вот этого мужика. Ну, думаю, мы сможем работать вместе. Ну, давай работаем. Дайди с Китой. Встретимся в комнате смотрителя. Так, он побежал в бункер Альфа. И мы здесь освободили нашего заключенного, военнопленного. Не знаю, как его называть. Но хотелось бы также выхилиться. Теперь у меня остается что? Иметь дело с очень опасными зомби. Наверное, по любасам их будем огрыть. По любасам мы не будем с ними дружить, а будем их бить. И вот такой вот способ войны, я думаю, будет самый эффективный. Well done. Есть, один есть. И пробуем, конечно же, разбить голову еще больше зомби. Одного из них как минимум нужно долбануть со спины. Да, что ж ты будешь делать? Пока что мне не особо везет. Но, думаю, что стена не раз меня спасала и в этот раз тоже спасет. Опа, там как который-то долбит меня? Отличненько. Дальше нужно по одному, в принципе, сагривать. Блин, а вот этот вот самый опасный, я вам скажу. Наверное, придется мне где-то убегать от него. Потому что мне нужно сначала сбить бегунов, а только потом сразиться с нашим очень опасным дядьком. Так, вот. Вот эта стена будет хорошим такой, я не знаю, нишей, в которой будем мы драться с этим яростным гигабайтом. Обязательно нужно иметь хорошую броню, чтобы хотя бы один удар выдержать. Это не самый лучший момент. Давайте подведем его поближе. Особо, конечно, мне хорошо это не получается, потому что неудобно его выставил. Нужно также удобненько выставлять наших зомби, которыми мы таким способом воюем. Но даже подобные способы очень эффективны для разных зомби. Просто бегаешь, ударяешь, выбегаешь. На, просто идеально. Но для этого нужно, конечно, устройство иметь еще хорошее. Если у вас хоть малейшие лаги, каждый лаг может, конечно же, ударом вернуться от этого яростного гигабайта. Можно было, да. Но пока что именно вот так вот. Второй этаж бункера альфа. Именно то, что нам нужно. Так, 200 хп остается. Не так уж много, 10 ударов всего лишь. Так, 9, 8. 7. 6. 5. Отлично. Ребят, даже вы видели, под конец наловчивался так, чтобы бил каждый удар. Каждый удар наносил ему урон. Теперь очень важно, конечно, найти себе все, что нам нужно. Нам нужны талоны. Целых 5. Поэтому 5 талонов найти без зомби. Практически зачистим этаж. Это очень хорошо, потому что уже 4. 4 талона. Зелененький был бы неплохо открыть. Теплый сет, какой-то глоб. Может быть, тот... Хорош, да мне везет, ребят. Мне везет. Целых 2 зеленых талона. Это очень большая редкость. Теперь 1... Нет, ну то есть 2 мне нужно. То есть 1 сейчас, если здесь выпадет, то... Ну, оранжевый. Неплохо тоже. Кстати, очень часто вот это вот... Нужнается у нас торговец. Тут у нас яростный. Тут у нас яростный. Попробуем где-то в других местах вроде поискать. Третий этаж тоже никто не отменял. Ну, а если честно, здесь тоже есть вот ящик. И, надеюсь, в этом ящике тоже что-то найти. Хотя, неплохо было бы выбрать какую-то стенку хорошую. Для войны с яростным гигантом. Да ближе давай подходи, мужик. Ну-ка. Есть. Пока выстоял его нормально. Отлично. В сухую. В сухую, ребят. Ни одного попадания. Пока яростный гигант. 0. Михалыч. 2. Или 3 уже яростный. Сейчас посмотрим, что здесь. Надеюсь. Блин. Такое себе. Такое себе. Попробуем, наверное, все-таки мы подняться или как-то. Ну да. Или опуститься. Ведь это опускаемся. Лифт едет вниз. Я думаю, что третий этаж начало зачистить. Для того, чтобы все-таки один талон найти. Или лучше два зеленых сразу же найти. И к своей цели дойти. Два зеленых талона. Как всегда. Мне сразу же не хватает каких-то там мелочей. Эти мелочи. Не могут. Не могу, блин. Второго кармана не хватает. Прям очень жестко. Например, разрушителем наносишь там один удар. Кстати, толстяк этот не такой уж и большой. Вы видите, что этот толстяк какой-то маленький. Рост у него маловато. Отличненько. Уровень прилетел. Кстати, может быть, кто-то спросит, почему урон немного больше, чем всегда. Потому что, ребята, я взял у лекаря сырого мяса. Или какой-то там зараженной олениной. И она неплохо мне увеличивает урончик. Это неплохо тоже. Сейчас нужно выбрать какое-то оружие, которое... Ну, в принципе, у меня так и оружия не сильно много. Попробуем раздолбить некоторых зомби здесь. Без особых трудов. Убиваем вот этого. И я думаю, монтировки моей не хватит. Просто-напросто. Автоатака включена. И теперь бита. Только ты. Только ты бита. Настало твое время. Блин, начинает очень много наносить урона мне зомби. В плане того, что опять разлетелась моя броня. Какие-то задания там выполняются. Я надеюсь, что сейчас мы посмотрим и заберем какие-то бонусы, которые, естественно, помогут мне. Ну, оружия здесь, конечно, явно нет. Но есть шмот, копейки и все такое. Я думаю, что сейчас у меня на почте, как минимум, должно какое-то оружие. Мачета просто идеально. Это мое любимое оружие. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое оружие является для вас любимым. Я надеюсь, что это тоже мачета. Но, если честно, вот сейчас бы было и катана неплохо. И заданий просто. Она выполняла задания. Прям ужас. Ужас много. И самое главное, что мы теперь можем отправиться и открыть то, зачем сюда пришли. Именно ящик. Именно заталоны. И именно это даст начало нам выживания. Я думаю, что если ты прошел бункер альфа, открыл ящики, ты стал сделать такой шаг, в который уже тебя отделяет... Ну, я не говорю, что нубас каждый тот, кто не прошел бункер альфа. В смысле, уже, в принципе, теперь у меня есть возможность много, премного забирать талонов. И открывать. И получать. Огнестрел, оружие и все такое. Это очень круто. Я думаю, что... О, блин, вот где еще талоны. А я там бегал искал. Ну, когда они уже не нужны, это было бы... Так, зеленый. Зазеленый ящик. Итак. Опа. Есть, ребят. Глачевич. Молоткевич. Короче, все, что здесь есть, я заберу обязательно. Этот сет можно сейчас даже одеть, потому что он более-менее хорош выглядит. И у меня есть один лайфхак, что можно с теплыми сетами делать. Пока что я выхожу наверх. И, ребят, вам всем спасибо за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Вам удачи. Пока. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.